Село Гульча Алайского района. 8 часов утра. Односельчане занимаются повседневными делами, а Гульчан Базарбаева спешит к своим детям. У нее их 11. И каждый раз они ждут ее у порога. Здравствуйте. Ой, молодцы, молодцы. Чем вы заняты? Играем. Играете? А домашнее задание выполнили? Да. Молодцы. А теперь отдыхаете. Ладно, пока отдыхайте, потом зайдете. Начнем занятия. В наследство от мамы Гульчан достался дом. Мама теперь живет с младшим сыном, которому решила помогать с внуками. А Гульчан своими силами перестроила дом. И теперь здесь воспитываются дети из малообеспеченных семей и круглые сироты. Многих из них она нашла на улицах и дворах. Некоторых помогли найти местные органы власти. Здесь у нас кухня. Здесь работает повар. Она готовит вкусно. В меню обязательно салаты включены. Есть плитка, есть арестон для подогрева воды для посуды, для купания детей. Есть сиральная машина-автомат. Мы все предусмотрели заранее, чтобы детям было комфортно. Здесь вот в этой комнате раздевалка. Для каждого ребенка предусмотрены шкафчики, где они могут повесить свою одежду. Здесь могут положить еще какие-нибудь вещи. Это комната учебный класс. Для каждого ребенка рассчитаны столы и стулья. Здесь они занимаются дополнительно, делают уроки, учат стихотворения. Есть учительница, которая с ними занимается. Здесь у нас спальная. У каждого ребенка есть своя кровать, свое постельное белье. Идея открыть детский дом появилась давно, когда Гульджан работала учителем в местной школе. В ее класс приводили детей из малообеспеченных семей. Поэтому она не понаслышке знала, как тяжело приходится таким детям. Преодолев множество преград, она смогла открыть этот детский дом. Вначале мы не могли найти подходящий дом, который можно было бы арендовать, чтобы он соответствовал всем нормам и требованиям. Мы же в селе живем, выбор невелик. Затем возникли трудности организационного характера. Детей было много, поэтому мы обратились в соцпомощь. Там взяли список самых нуждающихся. Из этого списка выбрали только мальчиков, так как сейчас мы не можем выделить комнату для девочек. Из мальчика выбирают тех, кто только начинал учиться, то есть шестилетних детей, чтобы начать с ними заниматься как можно раньше. В молодости Гульджан Амаматовна работала пионервожатой. Ей всегда было интересно с детьми, и сейчас тоже она с удовольствием работает с ними и воспитывает их как своих. Мы гордимся тем, что делает Гульджан. Идею детского дома мы восприняли положительно, так как это помощь детям и их родителям. У нас трое детей, они тоже поддержали маму. По данным районного управления социальной защиты, более двух тысяч детей живут в трудных условиях и нуждаются в помощи. Детский дом Гульджан пока не имеет юридического статуса. Женщина обратилась в соответствующие органы с заявлением о временном опекунстве над детьми. Если этот вопрос решится, то появится возможность получать помощь от государства, пока на детей не выделяется даже пособие. По закону пособия для детей из малообеспеченных семей выделяются матерям. Специальная комиссия определяет, действительно ли семья малообеспечена, выносит решение. Если эти дети переходят под попечение другого человека, то по решению суда мы даем ему государственные гарантии. Пока такого решения суда нет. Здравствуйте! Как поживаете? Ассаламу алейкум! Как вы, ребята? Но все равно детский дом без внимания не остается. Неоценимую помощь оказывают односельчане. Специальных требований для спонсоров нет. Приносят кто продукты питания, кто одежду. Самое главное, чтобы детям это было нужно. Дети всегда ждут подарков. Они далеко от своих родных, поэтому мы стараемся им уделить время, приласкать, что-нибудь дарим. На Новый год мы им подарили учебные принадлежности. Наши знакомые, сверстники, которые живут в Бишкеке, в Алмате, узнают размеры и присылают одежду. Вначале некоторые односельчане были против открытия детского дома. Они даже препятствовали гульджан. Думали, что женщина преследует корыстные цели. Почему только мальчики говорили, они, наверное, будете готовить в Сирию? Некоторые говорили, да, что под предлогом детского дома я буду продавать их на органы. Но мы не обижались. Старались не обращать внимания. К своей цели шли упорно, работали с детьми. В настоящее время взгляды односельчан изменились. Даже принимают участие в наших мероприятиях. В одиночку гульджан не справилась бы со своим детским домом. Руку помощи протянули прежде всего ее близкие и родные. В нашей семье сложилось так, что каждый прислушивается и уважает мнение другого. Если кто-то из нас начинает, какое-нибудь дело мы всегда поддерживаем и находимся рядом. Вот и гульджан. Мы поддержали в ее деле и стараемся помогать ей во всем. Я своей жене гульджан помогаю после работы. Ходим с детьми в баню. Отвожу их к парикмахеру. Ходим на стадион. Езжу за продуктами, вывожу мусор. Стараюсь помочь, чем могу. Основное правило у нас помогает друг другу. Чтобы не произошло, не терять доверие к людям. Никого и никогда не обманывать. Также мы стараемся воспитывать в них любознательность. В нашем доме все свободно занимаются тем, чем хотят. Кто хочет читать книги, кто-то рисует, кто-то играет во дворе. Я сама часто играю с ними. Каждый раз я стараюсь придумывать новые игры. Нам часто говорят, что эти дети долгое время находятся не с родителями, а с вами. Если в будущем они будут плохими людьми, то вся ответственность на нас. Поэтому давайте им больше материнского тепла и ласки. Выжить в большой семье Базарбаевых помогает домашняя птицеферма. Это их семейный бизнес. Все средства, получаемые здесь, идут на нужды детей. Помогаем детям всем, чем можем. Не забываем относить детям 20-30 яиц каждый день. Дома дети получают дополнительные знания. До обеда, сделав уроки, дети в одинаковых школьных формах под руководством воспитателя идут в школу. Дети гульджан учатся в одной из самых лучших школ гимназии села Гульча. Трое ходят в четвертый класс, восемь первоклашек. Детей, которые нуждаются в помощи, в гульче десятки. Гульджан пока может помогать только 11-ти ребятишкам. Но в будущем она хочет расширить свой детский дом. И для этого уже приобрела земельный участок в 30 соток. А вот этот участок мы приобрели под строительство нового детского дома. Скоро мы сможем принять 60 детей. Здравствуй, как тебя зовут? Али. Кто нарисовал эти рисунки? Ты сам? Да. Что ты изобразил на рисунках? Я нарисовал детский дом, когда я вырасту, я тоже буду учить детей. Для чего ты откроешь детский дом? Полторы ночи, когда не есть классы? Я там буду учить детей, научу их много интересного. Я там буду учить детей. Редактор субтитров А.Семкин